МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Завершается первая неделя после парламентских выборов, прошедших 24 февраля. Широко обсуждаются итоги голосования, строятся прогнозы, просчитываются варианты развития дальнейших событий. В качестве одного из итогов этих выборов смело можно выделить тот факт, что через пять лет после получения безвизового режима с Евросоюзом и после многолетнего правления различных проевропейских коалиций вновь политическую силу набирает партия, выступающая за сближение с Россией, более того, рассматривающая в качестве возможного сотрудничества с таким геополитическим проектом, как Евразийское экономическое сообщество. Каковы ожидания молдавского избирателя? Каковы особенности прошедшего голосования? Почему столько поспешных политических деклараций уже прозвучало задолго до вердикта Конституционного суда? Об этом и не только поговорим с политологом и историком Борисом Шаповаловым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала я хотел бы процитировать буквально вот очень небольшое время назад было опубликовано заявление партии социалистов, в котором выступило заявление, было отмечено, что любые заявления и письма различного рода со стороны политических формирований, так называемого проевропейского толка, на данном этапе являются преждевременными. Социалисты оспорили результаты выборов в целом ряде округов, также в настоящее время социалисты проводят пересчет голосов, результаты, которые дадут оценку всему избирательному процессу. И только после завершения всех юридических процедур и окончательного решения Конституционного суда об утверждении депутатских мандатов, партия социалистов выступит с четкой оппозицией относительно своих дальнейших действий. Ну, вот такая реакция партии социалистов на те декларации, которые, знаете, ежедневно звучат и с экранов, с телеэкранов и также, в общем-то, на различных пресс-конференциях, которые так сегодня любят уже проводить еще не депутаты, но пока еще политики. И как вы думаете, в чем причина таких поспешных деклараций? Почему вдруг все начинают делить шкуру неубитого медведя, куда торопятся и чего боятся, на ваш взгляд? Вы знаете, Станислав, вы затронули очень интересную тему. Ну, действительно, очень интересно наблюдать за реакцией основных политических игроков. Да, выборы состоялись, предварительные итоги есть, но это предварительные итоги. Действительно, есть вопросы по ряду округов. Насколько я помню, там социалисты, по-моему, шесть избирательных округов оспорили, некоторые другие участники этой избирательной кампании по другим избирательным округам. И действительно непонятно, что решит Конституционный суд и какой будет окончательный расклад голосов. А может быть, будет такая ситуация, что в некоторых избирательных округах будут назначены повторные выборы, перевыборы. Это совершенно поменяет ситуацию, потому что тут есть люди, которые проходили только по избирательным округам, а есть депутаты, которые проходили по избирательным округам и по партийным спискам. Это совершенно разная ситуация. Это может серьезно изменить расклад голосов. Казалось бы, вот сегодня там устоялось 35, 30, 26, 7 и 3. Да, это вот этот вот предварительный расклад. И вот на основе этой математики какие-то уравнения начинают решать. Да, да, и на основе этой математики, ну, я думаю, ну, прежде всего были громогласные заявления и какая-то такая поспешная суетливость со стороны блока АКУМ. Там Майя Санду выступила, там еще кто-то вот с такими заявлениями. Причем я бы сказал, что это были заявления незрелых политиков с какой-то, ну, ноткой истеричности даже. И мы с этими не ссядем на переговоры, то есть с социалистами, с демократической партией. Мы тоже разговаривать не будем. Мы сразу вот пришли в парламент, 26 депутатов, и мы уходим в оппозицию. Ну, во-первых, я не знаю, как избиратели вот этого блока восприняли такие заявления одного из лидеров. Почему? Потому что, наверное, избиратели голосовали за то, чтобы эти депутаты реализовали свои предвыборные обещания. Наверное, чтобы они попытались реализовать свою программу. А приходить в парламент и заявлять сразу, мы закроемся в коробочку и будем все четыре года сидеть и просто всех критиковать и больше ничего не делать. Извините, а зачем мы за вас тогда голосовали? Это я рассуждаю с точки зрения тех людей, которые проголосовали за вот этот избирательный блок. Я думаю, что это идет от политической незрелости, от непонимания своей роли как политика в обществе. Потому что политик – это не только лицо, которое делает какие-то декларации, который выдвигает только какие-то ультиматумы. Но политик, прежде всего, должен искать способы реализации своих обещаний перед избирательными. Да, в каких-то моментах он должен договариваться со своими оппонентами. Да, возможны, наверное, какие-то случаи в будущем ситуативного какого-то голосования. Ведь никто сегодня не может предказать, как будет развиваться этот политический процесс. Поэтому мне вот такой здравый подход партии социалистов, он импонирует. И я считаю, что это правильно, что сегодня строить… Да, мы можем с вами сегодня обсудить возможные какие-то варианты. Но мы с вами, вы журналист, я политолог, нам никто этого не запрещает. Это действительно свобода слова. Мы с вами размышляем и делимся своими мыслями с избирателем. Это одна ситуация. А руководители политических партий, тем более те, кто были… Ну, сегодня они пока еще находятся у власти, демократическая партия, да? Пока мандаты не признаны этого парламента. Президент, председатель парламента, премьер-министр. Ну, они должны, в принципе, думать о том, что и как они говорят. Поэтому позиция президента тоже была обозначена практически на второй день. Он тоже тогда сказал, вот мы ждем решения Конституционного суда. У меня есть вот такие предложения. У меня есть… Вот он назвал три основных момента, да? Что там государственность, вектор разносторонний, да? И еще вот какой-то вот компонент он обозначил. Вот на этой платформе я и буду дальше беседовать с руководителями политических партий. Ну, поэтому я, например, понимаю заявление партии социалистов. Оно здравое. Оно как раз отображает ту реальную ситуацию, которая сегодня есть. Поэтому делать политикам какие-то преждевременные заявления, тем более в категоричной форме, не стоит. И есть еще один вопрос. Я очень со многими людьми на этой неделе общался, в том числе и со специалистами, естественно, политологами, социологами. Ну, и с простыми людьми. И одни говорят, вот надо союз с этими создавать. А другие говорят, нет, союз с этими надо создавать. Потом еще какие-то варианты обсуждаются. И тоже все почему-то в какой-то категоричной, ультимативной форме об этом говорят. Но опять-таки возникает вопрос. А в парламент тогда зачем эти люди пришли? Ультиматумы друг к другу выставляют? Хорошо. Ну, давайте сразу распустим этот парламент и сразу пойдем на следующие досрочные выборы. И вот мы сегодня имеем вот тот результат, за который проголосовал народ. Да, он неоднозначный. Социалисты, ну, с моей точки зрения, я говорю к сожалению, потому что я голосовал за них. Я это не скрываю. Я к ним отношусь с симпатией, потому что я разделяю их программные цели и установки. Но это не значит, сегодня я хотел бы вот обратить внимание телезрителей на один момент. Что если я сегодня буду называть какие-то варианты, я не говорю от имени партии социалистов, я не являюсь им работником, я не депутат. Я высказываю свою точку зрения как специалиста, как политолога. Вот, и здесь вот социалисты 35, демократы 30, 26 АКУ. Ну, там если этих левых, ой, ну, левых кавычках, вот этих независимых трех посчитать и партию Шора, то реально все-таки демократы контролируют 40 мандатов. Ну, давайте будем откровенно говорить об этом. Опять-таки, ни у кого нет большинства. Но это выбор народа. Это та ситуация, которая есть. И хотят политики или не хотят, они с этим выбором должны считаться. И, значит, искать какие-то компромиссы. Ну, конечно, компромисс, компромисс урозен. Наверное, это тоже тема для нашего отдельного какого-то разговора. Потому что есть какие-то всегда базовые основы, базовые принципы у политической партии, от которых она не может отказаться. Вот тот же Игорь Николаевич четко сказал, для него это молдавская государственность, для него это разновекторная политика. То есть он обозначил какие-то флажки, образно говоря, которые обозначают его позицию. Но его позиция, наверное, не сильно отличается от партии социалистов в Республике Молдова. Мы это прекрасно понимаем. И, вы знаете, я за свою жизнь повидал очень много выборов. И повидал разные политические ситуации, которые складывались после этих выборов. И здесь есть один момент, но не знаю, я определенно уверен, сейчас я это произнесу, и определенная категория сразу же начнет там ломать пальцы в Фейсбуке, еще где-то вот там Шиповалов сказал и так далее. Вы знаете, в обществе и в политике особенно, точно так же, как и в природе, выживают только гибкие структуры. Те, которые умеют сделать шаг назад, а потом сделать два шага назад, в чем-то уступить, но потом опять и отыграть свое. Шаг назад и два шага вперед. Да, и два шага вперед. Что-то очень ленинское, напоминаю. Ну, что-то ленинское, но это правда, но это действительно... Ну, давайте классический пример. Динозавры вымерли чего-то. Вот. И сколько... Не умели, видимо, шагать назад. Ну, да. И сколько таких примеров мы можем привести. Да, в политике можно занять вот такую позицию, как Санду и Настаси. Да, и за четыре года, я уверен, они с такой политикой абсолютно растеряют свой электорат, потому что он будет не удовлетворен их деятельностью. Ну, мало делать заявления, да. Надо делать какие-то шаги еще. Вот. Социалисты доказали, что они умеют делать эти шаги. Видите, они в 2014 году пришли в парламент, причем пришли сильно и мощно сразу. 25 молдатов они тогда получили. Через два года они этот закрепили момент. Они получили пост президента, который за два года что-то сумел сделать, что-то доказал. Может, не все, но страна видит, что он делает, и страна видит, что против него предпринималось. Да, то есть это вызывает его позиция какое-то уважение. И я здесь разделяю, допустим, рейтинг и результат сегодня партии социалистов. И президента Игоря Дадона. Все-таки это разные вещи, хотя некоторые их пытаются вот так твердо пересечь и совместить. Это не совсем правильно с политической точки зрения. И есть здесь еще один момент. Да, социалисты не победили, как им многие предрекали, что они могут взять 48-50%. Реальность такова, что они взяли 31, где-то с половиной. Да, вот по партийным спискам. Но это говорит о той реальной ситуации, которая есть. Но они в любом случае улучшили свой результат. То есть битву они не выиграли, но поле боя они не проиграли. Они улучшили свои позиции. С этой точки зрения могут быть различные другие перспективы. Их надо использовать. Как раз вот тонкий момент, потому что очень многие мои коллеги, и ваши коллеги в том числе, как в стране, так и за рубежом, задавались вопросом, пророссийская партия социалистов проиграла ли и выиграла на этих выборах. Да, это очень прямолинейная постановка. Существенное увеличение голосов парламентских мест, мне кажется, демонстрирует о том, что партия социалистов идет в рост. Говорить о том, что не набрали того необходимого количества... Что же выбирать своего правительства? Но в таком случае хотелось бы задать вопрос, а почему, например, пришло менее 50% на выборы? Ведь как раз этот вопрос, наверное, и к самим избирателям. Ведь если бы явка избирателей была бы хотя бы на уровне президентских выборов, на уровне 2016 года, или может быть еще выше прошлых парламентских выборов, то тогда, может быть, и иначе был бы разложен сегодня парламентский мандат. Да, я согласен, Станислав, с вашим таким замечанием. Почему? Потому что, если мы посмотрим, по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, вот это количество людей, которое не пришло на выборы, оно, наверное, находится за границей. Это электорат, который мог бы проголосовать как раз за социалистов, и этого не произошло. Вот. И это та печальная тенденция, которая у нас есть. То есть у нас народ валом валит из страны, и по большому счету голосовать тут особо... Они голосуют буквально в смысле ногами. Да. Да. И несмотря на то, что демократы, казалось бы, мощно включили, ну мы же все свидетели этому, свой мощный административный ресурс, а он у них действительно мощный, правительство одно чего стоит, открытое участие членов правительства в избирательной кампании, непремерные председатели парламента не оставили своих постов. Мы знаем те моменты, которые были в районах по многим трудовым коллективам, когда людей пугали, заставляли выйти и так далее. То есть они 700 примарий из 900 под контролем находятся демократической партии. Конечно же они выложились, и конечно они вот мобилизовали все вот эти свои ресурсы, и они тоже не победили. И они тоже не победили, несмотря на свой мощнейший административный ресурс. Поэтому это тоже говорит о том, что ситуация в обществе все-таки она другая совершенно. Но есть, честно говоря, несколько необъяснимые вещи. Вот я все-таки политолог и социолог, да, мне непонятно, вот я уже высказывал открыто свое мнение по этому вопросу, мне непонятно, как 5 или 6 наших этих социологических служб, которые несколько месяцев подряд проводили социологические исследования, и они давали 48-49% партии социалистов. Ну да, правда, это из определившихся. Потому что если взять еще там неопределившихся вот это соотношение, то это было бы 40-42%, но все равно это не 31%. Понимаете, в социологии есть такое понятие, как, ну вот чем больше людей опрашивается, тем меньше погрешности, ну процент этой погрешности, меньше этот процент выше. Но это обычно от полутора до трех процентов максимум. Вот эта вилка может гулять в одну или во вторую сторону. Но это не десятки процентов, это не 15%, это не 20%. Вот, и здесь действительно есть момент действительно по качеству работы наших социологов, а может быть, и мысли есть такие, целенаправленно проводилась работа для того, чтобы ввести в заблуждение, допустим, общество или успокоить социалистов. Ну это уже пройденный этап, вот я думаю, на этом уже это пусть вот мы там в своем узком кругу, политологи, социологи, будем разбираться, а людям загружать голову этим не надо. Но вот таких моментов в избирательной кампании вот в итоге было очень много, которые вызывают вопросы. Явка, опять-таки, ну, казалось бы, вот она низкая, да, она упала. Но в то же время что помешало? Новая система выборов, я думаю, нет, потому что если проанализировать количество мандатов, которые партии взяли бы в процентном соотношении, да, то они приблизительно на одном и том же уровне и находятся. То есть независимо от того, они голосовали по округам или они голосовали по партийным спискам, партия социалистов, по-моему, даже на один мандат получила больше благодаря этой системе. Демократы, по-моему, тоже самое, а вот как раз блок АКУМ даже, по-моему, от этой системы и выиграл, а они первые выступали против него. То есть здесь есть масса моментов, которые нужно спокойно обсуждать, нужно изучать, нужно спорить. Это предмет для анализа, для подробного анализа, наверное, аналитиками всех политических партий, которые у нас сегодня присутствуют, что на парламентской олимпе, что те, которые вокруг парламента готовятся или, может быть, уже навсегда расстались с мечтой парламентской трибуны. Но ведь если вспомнить ваше замечание относительно странных прогнозов или, в общем, прогнозов, которые не оправданы были себя, не оправдали себя, то, мне кажется, здесь такая весомая роль как раз именно тех партий, которые не прошли в парламент. Те, которые, поработав, да, спойлерами, и, опять же, есть партия, которая прошла в парламент, тоже поработав спойлером на своих продовольственных магазинах, подарках и, так сказать, пиаре. В социальном пиаре, ну, в общем-то, людям тоже это, видимо, необходимо, они таким образом покупаются. И плюс еще административный ресурс сегодняшней демократической партии, которая, ну, всеми силами понимает, что, то есть, осознанно понимает, что сегодня уйти из власти для этой партии, наверное, равносильно, ну, до смерти. То есть, разделить судьбу тех же либералов, коммунистов, либерал-демократов. Ну, вот, порассуждать, наверное, на такую тему хотелось бы. Вопрос партии этих. Да, вот почему, ну, так у нас прорядился парламент. Смотрите, ведь достаточно даже, в общем-то, в многих прогнозах уделялось внимание вот левому электорату, и даже какие-то, в общем-то, голоса давались тем же коммунистам. Такой первый вопрос. И второй вопрос. Как вы думаете, кого больше объединяет сегодня вот этот избирательный блок ОКО? Я понял. Ну, давайте, мы действительно обозначили две очень важные вещи, говоря о битогах выборов. Ну, вот, это и низкая явка избирателей, это один. Второй, это административный ресурс демократической партии. И явный подкуп еще. И третий, да, и явный подкуп был там в некоторых округах, и не только в некоторых округах. Но здесь вы вот четко подметили еще один момент, это третий мощный, который сказался на результате именно социалистической партии. Почему? Потому что, образно говоря, все остальные, вот там было сколько, 14 политических партий и один избирательный блок из двух партий. Ну, считаем, 16 партий было, да? Вот, так вот, против партии социалистов работали все 15 партий. И это действительно так. Во-первых, работали все партии правого фланга. А во-вторых, то, что было на левом фланге, это... Нельзя назвать сотрудничеством. Потому что они, ну, я не помню, чтобы та же партия коммунистов, или наша партия ушедшая, или там, что там, та же партия Шора, серьезно критиковала демократическое правление, серьезно критиковала Влада Плохотникова. Нет, они все били целенаправленно по партии социалистов. В первую очередь, даже, может, не столько по партии, как по президенту Игорю Дадону, а от Ниорика Шекела это все на партию социалистов. И получается, что вот эти все 15 политических формирований выступали против одного. Но эта игра, честно говоря, нечестная была, если вот с этой точки зрения посмотреть не партнерская. Я вот на секунду только вспомнил, как Эдуард Смирнов, будучи председателем партии социалистов, выступил на пресс-конференции в поддержку партии коммунистов в свое время. Да, в свое время это да. То есть были какие-то партнерские отношения партии левого толка. И это нормально, потому что вы, ребята, на одном фланге, вы левые, у вас социалистическая, коммунистическая идея, у вас могут быть какие-то личные разногласия. Но если вы друг друга не поддерживаете, тогда кто вы такие? Вы тогда хуже тех прямых открытых врагов. Потому что когда ты идешь в бой, ты надеешься, что в трудную минуту спотнувшись, тебя поддержит рука твоего друга. А твой друг тебе еще в спину толкает, чтобы ты первый завалился, потому что ты первый бежишь, да? А он сзади. Ну, это вот такая вот, скажем, или наша тупенькая местечковая политика наших лидеров. Или, ну, еще что-то. Ну, вот посмотрите, наша партия отняла голоса, естественно, у социалистов. Потом, кто там, партия коммунистов 3,8%, естественно. Ну, до выборов все прекрасно знали, что не пройдут они. Но не простил им избиратель это в 2014 году, это было понятно. А после того, что произошло в 2015 году с переходом практически чуть ли не всей фракции коммунистов под лон и демократов, ну, уже понятно, все люди поняли, все, кого не изберешь оттуда, там все равно нет, вот кому можно доверять. Но, казалось бы, ну, понятно, сними, договорись, еще что-то. Да, нет, таких мыслей даже и не было. Была задача просто вот отобрать эти голоса и так далее. И в общей сложности, когда мы набираем, а там еще партия регионов, которая выскочила за месяц, ну да, ее 2 февраля зарегистрировали. И где вся эта партия? Да нету ее, этой партии. Что там громкие заявления были о каком-то внешнем финансировании на президента нападки, о том, что миграционная вот эта вся, как ее там, не рифовод, но амнистия, это все неправда. И вот в этом плане, то есть это... Ну, как раз это я говорил, тот человек, который потерял возможность зарабатывать. Ну, понятно, да. И где сейчас этот человек, даже вот фамилию уже забыл, да, я уже не говорю про партию. И вот эту звезду они нарисовали, я уверен, что какие-то, может, пожилые люди где-то в сельской местности, не сильно разбирающиеся. О, одна звезда, а потом посмотрел, тут что одна звезда такая, не такая, где штампик ставит. Ну, тоже это сыграло свою роль. Помните, как это было в 2014 году, партия коммунистов-реформаторов, там название совпадало. Сами же спотыгались от таких же технологий. Ну, да. Вот. И поэтому, конечно же, ну, это где-то десяток процентов. А десяток процентов, ну, считайте, партия Шора сколько, 8,5 набрала, 7 мандатов. Ну, это порядка 10 мандатов и было бы. Добавьте к этим 35 у социалистов, да, вот эти мандаты. Эти 10 мандатов, это уже получается 45. Вот она, правда. То есть это украденные у социалистов, поэтому они не победили, потому что свои же подножку поставили. Это уже сколько? 35 и 10, 45. Добавьте вот эти три независимых, это все демократические, потому что, ну, мы знаем прекрасно, кто там прошел. Один бывший депутат этих всех, ну, в правых партиях состоял. Второй бывший начальник республиканской таможни, причем оба они проголосовали, оба были выиграны по Приднестровским округам. Которых, в общем-то, мы понимаем, теленаправленно подвозили к избирателю. С одной стороны, Приднестровцы голосуют за партию социалистов, и она получает большинство в этих двух округах. А с другой стороны, они выбирают двух кишиневских, так называемых, независимых, которых они в глаза не видели, которых они не знают. А что там о их биографии? Чисто они говорят, что они вот члены демократической партии сегодня фактически. Ну, может, не члены, но симпатизанты там или там подставные, без разницы, как называешь. Добавьте эти три, это сколько? Ну, вот вам уже можно набрать свыше 45. Свыше 45. Это 48. И добавьте 7 мандатов партии Шора, которая работала на каком поле? На электоральном поле кого? Социалистов. Итак, 48 плюс 7. Вот вам тот результат. Наши добродетельные бабушки. Так нет, так вот он тот результат, который, по идее, и должен был быть, который и прогнозировался. Поэтому все и говорили о победе социалистов. Но видите, получилось то, что получилось. Господин избиратель, он всегда прав. Он всегда ставит точку. И в данной ситуации, ну, если не договорились заранее, если не смогли снять, если еще как-то, ну, вот получилось то, что получилось. Поэтому я не думаю сильно, чтобы там социалисты расстраивались по этому поводу. Да, они получили тот результат, который планировали. Но, еще раз говорю, они поле битвы абсолютно не проиграли. Потому что, если суммарно посмотреть вот эти все вопросы, связанные с малой явкой, связанные с административным ресурсом, связанные с партией Шора, которая полностью отобрала часть избирателей у социалистов за счет этих дешевых социальных вот этих всех магазинов и всех вот этих вещей. Да, то и плюс те партии, которые не прошли, вот вам и результат. Поэтому я помню, вот в понедельник все ходили и так, вот смотри, там социалисты проиграли, там выборы, вот они не выиграли. Я сказал, ребят, не надо голову, ой, пеплом голову посыпать. Это, во-первых, рано, преждевременно. А, во-вторых, жизнь покажет, как сложится эта ситуация в этом парламенте. Ну, не надо торопиться. Досрочные выборы, они никуда не уйдут. Они всегда у нас, это как возможность есть. Поэтому, это та реальная возможность, которая есть. Кому следует пожалеть. Мне кажется, жители Аргеева потеряли мэра. А, в смысле, что он уйдет в прав... Нет, они не только мэра потеряли, они и вице-мэра потеряли. Там же и он, и вице-примар прошли в парламент. Теперь им только остается надеяться, что... Да, и Жора Демишлак потеряла примара своего села, там три села вместе тоже. Марина Таубер прошла. Ну, вот теперь опять там выборы надо проводить. А, ну, местные выборы, вот они рядом, а они вот уже в парламент. Кто придет. Хотя, я думаю, что некоторые из этой партии временно туда попали. И все-таки справедливость должна восторжествовать. Я думаю, она восторжествует. Вы о генеральном прокуроре? Да. Когда принципиальный человек сядет в это кресло, то, наверное, в общем-то... Да, я думаю, что... Но нет, не только когда сядет. Это возможно и в результате, и после выборных каких-то моментов договоров. Ну, смотрите, что происходит. Практически все политические партии заявили, а мы с ними дела иметь не хотим. Это сигнал. Это звоночек. Пока, конечно, демократы молчат. Они точно так же заняли мудрую позицию, как и социалисты. Ну, они сказали, что наши двери открыты. Приходите договаривайтесь. И говорят об этом для всех, да. Но все остальные обозначили, что партия ШОР, она не рукопожатная. Ну, это та реальность, которая есть. Нравится это людям или нет. Но, тем не менее, смотрите, вот правый, я говорю... Ну, как бы у меня еще остался открытым, так сказать, вопрос. Еще пока уже. Кого объединяет АКУМ сегодня? А, да. В среде того, что, смотрите, либералы, либерал-демократы канули в вечность. Нет, ну, давайте исходить из чего? Воспитанница Майя Санду, чья? Майя Санду – это порождение либерально-демократической партии. Это порождение посольства Соединенных Штатов Америки. И это... Она же попала с их подачи из Соединенных Штатов Америки. Вернулась и заняла пост министра в правительстве Филата. Потом она занимала пост в правительстве Лянг. Потом она, по-моему, в двух... Ну, в трех правительствах, да, будучи... И вступила в либерально-демократическую партию. Повыкидывала кучу детей на улицу, позакрывала школу. Ну, это да, да. Так не только детей. Там порядка... Учителей. Около 10 тысяч учителей в итоге без работы остались за несколько лет. Просто сегодня утром звонила телезрительница из Когула, из села Когульского района. И говорит, нам снова страшно. Потому что вот буквально до выборов... Ну, как бы отбили слово, да. ...автобус ходил. Но это автобус, который мы получили благодаря нашему обращению к президенту. Местная власть говорила, нечем заправлять. Нашли возможность, заправляли. Но опять вот эта вся заправка закончилась сразу после выборов. И дети снова стоят на шоссе, голосуют, ищут попутный транспорт, чтобы попасть в учебное заведение. Ну, я, в общем-то, не понимаю, как можно называть себя государством, которое выкидывает своих детей... На улицу. На улицу, да. Ну, в прямом смысле. Ведь сегодня по нашим, так сказать, междугородним трассам передвигаться нужно, знаете, с особой осторожностью, чтобы не стать, в общем-то, так сказать, фигурантом какого-то дорожно-транспортного происшествия. Значит, в партии Майя Санду очень много лиц, которые сотрудничали с либерально-демократической партией. Там очень много и среди независимых, так называемых, они же там разделили, вот люди Майя Санду, вот люди Андрея Анастасии, и вот там левые всякие там в кавычках опять понасобирались, так называемые независимые. Но они все там приблизительно одинаковых взглядов. Это все лица как раз, которые были вот в той, в тех проевропейских альянсах, в связках и так далее. Поэтому в этой партии, ну, наверное, прежде всего вот эта часть. Хотя там есть, я бы сказал, такая пассионарная часть действительно молодых депутатов, которые настроены проевропейски. Ну, вот у них вот такие иллюзии, что солнце всходит на западе, хотя все прекрасно знают, солнце всходит на востоке, и надо исходить из этого, да. Ну, им кажется, что они могут поменять географию, и от этого мы в Молдове заживем лучше. Вот, там есть и эта часть людей, ее сбрасывать нельзя со счетов. И, знаете, я бы, Станислав, вот этот блок АКУМ, ну, его сколотили все-таки европейцы и американцы, вот помогли им объединиться, но все-таки это разные категории, потому что Андрей Анастасий, помните, он участвовал в протестах вместе с Игорем Дадоном, с Ринато Усатым. Этот человек, да, иногда резко категорично выражается, но он все-таки может пойти на компромисс, он может занять какую-то здравую позицию, он более революционно, пассионарно настроен, да, вот, то есть с точки зрения имиджа, и те люди, наверное, вокруг него тоже немножечко отличаются. Поэтому для меня, например, абсолютно не будет удивлениями, я абсолютно уверен, что они в парламенте, естественно, не останутся вот политической, ну, парламентской фракции АКУМ, я уверен, они создадут две или три, скорее всего, фракции парламентские, партийные, это будет партией Майя Исанду, партией Андрея Анастасии, и, наверное, скорее всего, одна фракция будет из этих независимых. Ну, почему? Ну, тут есть много вопросов, в том числе и чисто меркантильные. Во-первых, это количество сразу будет, по количеству фракций, количество мест председателей комиссий, заместителей и председателей комиссий, это количество мест в бюро парламента, где чем больше тебя, тем ты будешь диктовать другим свои условия, в более выгодной ситуации находиться. Поэтому я абсолютно уверен, что с трезвой такой позиции, если посмотреть, скорее всего, это так произойдет. А и в парламенте они тогда не будут связаны своими предвыборными обещаниями. Ну, ладно, Майя Исанду одно заявляет, а может, Андрей Анастасий какую-то минуту подумает другое. Или, наоборот, Андрей Анастасий одно идет, а интересы партии Исанду и ее покровителей, там, шефов, спонсоров говорит совершенно о другой позиции. Поэтому, конечно, я с точки зрения политологии, я вижу, что это было бы правильно, если они так поступят, и они не будут связывать себя какими-то вот этими вот ненужными вещами, с которых начала Майя Исанду, делая вот такие заявления. С этим в песочек не буду играть, с тем в песочницу не сяду, и вот я красивая, умная, буду сидеть. Кто разделяет наши унианинские заявления. Да, четыре года и ничего не делаю. Тогда такой вот момент. Смотрите, раз они идут в такое жесткое неприятие всех этих союзов, альянсов, дают ли это им право заявлять о том, что может сформироваться и другой альянс, и создавать, знаете, такие мифы, мифологический такой бином, что социалисты сядут за один стол с демократами, насколько в этом, вот что их подстегивает к этой мифологии, что их толкает? Подождите, ну, значит, вы понимаете, кто-то с кем-то все равно должен сесть и разговаривать, если люди пришли думать о государстве. Есть, еще раз говорю, есть базовые принципы, и есть вопросы, связанные, кому отойдет место премьер-министра в будущем союзе, да, кто будет председателем парламента. И поэтому, допустим, я абсолютно спокойно, вот я не боюсь этого говорить открыто, я абсолютно спокойно отношусь к компромиссам в политике, разумным компромиссам, потому что политика – это всегда искусство компромисса, политика – это всегда, ну, возможность использовать то, что сегодня возможно, то, что ты сегодня можешь реально использовать. Это не научная фантастика, это та реальность, которая есть. А как проголосовали избиратели, мы уже видим. И я не уверен абсолютно, что если мы объявим досрочные выборы, и люди, и состоятся эти досрочные выборы, что останется вот это соотношение голосов и у тех же демократов, и у тех же социалистов, я вообще, может быть, и судьба партии Шора совершенно другой будет, да, за этот промежуток времени, и что вот Майя Санду и Андрей Анастасий, они улучшат свой электоральный результат. Я абсолютно в этом не уверен, и абсолютно никто в этом не убежден. Поэтому, наверное, будут какие-то компромиссы. Я понимаю, что сегодня есть несколько вариантов. И партия социалистов может о чем-то говорить с АКУМ. О чем может говорить? Может договариваться о том, чтобы они создали какую-то коалицию, договорившись о том, что они не трогают крайние точки. Допустим, АКУМовцы отказываются от своего ярого унионизма. Может быть, социалистам придется поступиться некоторыми своими временно принципами, да, но это один вариант. Может быть, конечно, союз социалистов и демократов. А почему мы это сразу отвергаем? Если мы говорим об интересах страны. Возможно. И если они договорятся о каких-то базовых принципах, ну, вот тот промолдавский путь, о котором говорили одни и вторые, он вполне тоже возможен вырисовываться. То есть, возможен и такой вариант. А возможен и вариант, что будут досрочные выборы, что опять демократы попытаются перекупить часть депутатов одних и вторых, искусственно сформировать вот это большинство, 51, 52, 53 голоса депутата, да. Ну, я тогда понимаю, что здравомыслящие тогда люди, вот те, которые вот тот же АКУМ и те же социалисты, я уверен, что они должны выйти тогда на улицу к народу и сказать, нет, мы покидаем парламент, мы оставляем мандаты, пусть они вот управляют сами. И это однозначно сразу досрочные выборы. Возможен и такой вариант. Но об этом мы можем говорить после того, как будет решение Конституционного суда. Поэтому вот это наши теоретические с вами размышления, но они как возможные варианты развития этой ситуации. И опять-таки, ни в первом, ни во втором, ни в третьем варианте, ну, нет сегодня понятия, это хорошо или плохо. Это бином, это трином или еще что-то. Есть интересы избирателя, есть твоя программа. И если ты ее сможешь в чем-то реализовать, если ты сможешь улучшить свой электоральный результат, то это будет замечательно. Вы знаете, я уверен, что если сегодня вот сложится какая-то ситуация, и коммунисты, ну, не коммунисты, а социалисты, смогут, допустим, получить тот же портфель премьер-министра, имея президента, имея реальную исполнительную власть, я уверен, они очень многое сделают на местных выборах, они победят следующие президентские выборы, тогда полная победа, возможно, уже в следующий раз, или на досрочных выборах. Поэтому, еще раз говорю, политика – это искусство возможности. Просто вот некоторые околоокумовские голоса утверждают о том, что есть определенная такса, выделены кучи денег. Наверное. Там, говорится, миллионных, пенарах. Если они об этом говорят, значит, они знают о таксе, и, наверное, их интересны. А может, они уже и торгуются по этой такси. Либо это операция прикрытия того процесса, который происходит, так сказать, вдаля от наших глаз. Ведь, смотрите, не зря ведь, ну, вот, есть такое подозрение. Ведь не может же, например, слуга того же Госдепа, если мы говорим об Акуме, ругаться с слугой того же Госдепа, с тем же демократами. С демократами, да. Они ближе друг к другу. Ну, понимаете, мне очень не хочется, вот, сказать письменский сценарий, да. Вот, наиболее реальный из тех, что мы на сегодняшний момент обсуждали, что, скорее всего, Акум заставят с демократами создать коалицию, и они заболчат, закусят губки, поплачут, и скажут, что ради светлого. И куда они делают эти подписи свои. Ради противоборства этому страшному Путину и этой путинской России. И чтобы Молдова никогда не попала под это влияние. Мы идем... Вот такая патетика будет, и Майя Санду скажет стихами это же, и Андрея Анастасии. То вот этого, скорее всего, следует ожидать, к сожалению. И куда они денут вот свои эти подписи, помните, документ, мы ни с кем никогда, мы не предадим свои идеалы. Это за блуду. Удивляясь, почему только чернилами подписывал. Идеалы. А какие тут идеалы? Они скажут, вот нас мы с избирателями посоветовались, а избиратели сказали, нет, вы идите реализовывайте нашу программу. Вот вам не сказать, ну мы подписывали, мы думали, а избиратель всегда прав. И что вы на это ответите? Да, понимаю. А избиратель, между прочим, их поддержит это, потому что тот избиратель прозападный, проевропейский. Поэтому все эти заявления, вот преждевременные, еще раз говорю, до оглашения результатов, это все лозунги для бедных, как говорят. Борис, спасибо. Мы повоспользовались такой возможностью попытаться разобраться, подумать вслух о том, что и как возможно. И я надеюсь, зрителю стало более понятно, что скрывается за сегодняшней политической тишиной. То есть в то же время, несмотря на то, что выходят пресс-конференции, выходят какие-то заявления демократы, что-то говорят с телеэкранов представителей АКУ, звучат заявления партии социалистов. Но тем не менее, ведь это сейчас не похоже на тот период, который был как раз перед выбором. Нет, это выжидательная позиция, потому что все ждут результата. Все ждут результата, пересчета голосов и по результатам тех судебных процессов, когда будет понятно, что же там с этими... Что делать реально. Да, что делать реально. Ну и дальше уже, конечно, конституционный суд. Будем с вами вместе следить за событиями, происходящими, как раз связанными именно с результатами этих выборов. И я думаю, что вернемся к обсуждению этой темы в эфире персонального акцента. Будет интересно, конечно. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политолог и историк Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, будет интересно. Мы работаем для вас. Продолжение следует...